Раз, раз. Здравствуйте, как меня слышно? Поставьте плюсики. Так, есть. Ага, Наташа. Еще, еще. Ну все, отлично. Я рада, что меня сегодня слышно всем. Дорогие друзья, еще раз доброе утро. Меня зовут Иванова Анна. Сегодня я представляю свой дебют, так сказать, у меня. Планерка по теме «Как сделать 150 баллов новичку». Да, всем привет. Друзья, ну первое, что я хочу сказать. Быстренько, коротко о себе. Я живу в городе Саратове. В проект «Карьера онлайн» я пришла сама буквально в октябре прошлого года. И сегодня уже я провожу планерку по теме «Как сделать 150 баллов новичку», потому что, я думаю, ни для кого не секрет, когда новички узнают о том, как нужно сделать, вернее, что нужно сделать 150 баллов для того, чтобы получать зарплату, у всех, конечно, такая легкая паника возникает. Боже, как это сделать, я никогда не сделаю. Это первая мысль наверняка у всех новичков. Друзья, скажите, пожалуйста, а есть у нас сегодня в комнате новички, которые вот точно так же думали? Поставьте пятерочки. Нету таких. Есть? Наташа? Да, есть такие. И все, да? То есть все остальные были в себе уверены. Ну, я рада тогда. Лили, да, Лили думала, что нереально. Все, отлично. Вы знаете, у меня тоже такая была первая реакция. Боже, я думаю, как, как сделать 150 баллов? Это же вообще нереально, учитывая, что, ну, как бы в реалиях настоящего времени это абсолютно. Но выход всегда есть, ребят. И сегодня я хочу вам просто передать свой опыт и рассказать, как сделала это я. Ну, во-первых, вы, конечно, если хотите, можете брать под запись. Хотите, слушайте в свободном стиле. Я думаю, что запись сегодня у нас ведется. Лили, ведется у нас сегодня запись? Да, ну, отлично. Все, прекрасно. Итак, как сделать 150 баллов новичку? Ну, первое, передо мной, которая стояла задача, все-таки я отбросила свои сомнения и решила для себя. Ну, как же это все-таки сделать, задала я себе вопрос. Первое, что я сделала, это посмотрела обязательно ролик, который был отснят Лилией и Мишей. И называется «Как не делать заказы от 150 баллов». Вы знаете, я хочу сказать вам свое личное мнение. Ролик снят, на мой взгляд, ну, очень хорошо. Очень все доходчиво объясняется. Очень все наглядно показывается, разъясняются фишки, разъясняются различные, как бы, подходы. И работа со своими близкими, и работа со своими не очень близкими, и работа, ну, с мало знакомыми людьми. Я считаю, что это прямо вот можно отнести к пособию именно для новичка. Рекомендую абсолютно всем просмотреть этот видеоролик. Далее, я очень надеюсь, что сегодняшняя планерка будет полезна не только новичкам, поскольку каждый из вас, уже продвигаясь по карьерной лестнице выше, берет на себя такой груз ответственности, как сопровождение новичка. И понимаете, поддержать психологически человека, правильно настроить и дать ему, задать ему правильный вектор, это очень на самом деле важно. И от этого зависит в дальнейшем наша вся общая командная работа. Поэтому я многие свои рекомендации сейчас пытаюсь перекладывать на тех людей, которые буквально вчера только пришли к нам в проек. Итак, первое, что я рекомендую, обязательно посмотреть этот ролик в дальнейшем. Новички, как правило, просматривая этот ролик, у кого, у людей разные ощущения возникают, ассоциации. Ну, смотрите, какой был у меня случай. Девочка просмотрела ролик и говорит, да я никогда так не смогу сделать. Вот Лиля с Мишей там говорят, надо идти там в любые двери, надо идти там в офисы, во все ближайшие. Но я никогда не смогу этого сделать. На что я говорю ответ. Не нужно делать все, что говорит Лиля с Мишей. Вы должны прослушать и выбрать для себя то, что вы к себе можете применить. Не можете вы сейчас идти во все двери, стучаться там в магазины, в офисы и так далее. Не нужно. Проработайте своих близких, знакомых, одноклассников, там, однокурсников. Подумайте, ну, хорошо, пусть не все это будут двери, но куда-то же вы ходите, там, парикмахерские, еще какие-то заведения. Просто для себя это понятие выделить. Это раз. Потому что у многих возникает иногда паника от этого. Как нужно везде бежать? Нет, этого делать не нужно. Нужно просто сесть спокойно, подумать. А что применимо ко мне? Да, возьмите фишки, совершенно верно. И далее, составьте для себя хотя бы в голове просто такую градацию, как теплый и холодный рынок. То же самое, как при рекрутировании. Подумайте, кому из теплого рынка вы можете предложить продукцию Арифлэйн, чтобы для себя заработать баллы. И не обязательно со своих близких и родных брать эти 20%. Как было у меня, например, когда я думала, ну к вам, к кому я пойду из родных и близких и знакомых. Первое, что это была моя подруга. Я просто пришла и сказала, Ира, здравствуй. Я теперь являюсь представителем фирмы Арифлэйн. Поэтому для тебя любая продукция со скидкой 20%. Она посмеялась, сказала, хорошо. И в принципе каждый каталог мы с ней отрабатываем. Ну естественно, я со своей близкой подруги не буду брать эти 20%. Но зато я четко знаю, что определенное количество баллов будет у меня в кармане. Ну конечно у вас есть близкие, родственники, родственники родственников и так далее. То есть здесь уже, конечно, область деятельности ваша очень широка. Но, смотрите, на самом деле 150 баллов набрать не так-то сложно, я хочу сказать. Я еще отталкиваюсь от того, насколько удаленно живут эти родственники. Поэтому лучше обрабатывать тех, кто живет к вам поближе. Ну чтобы беготней было поменьше. Конечно, если вы не добираете определенное количество баллов, естественно, вам нужно уже расширять, так сказать, территорию. А в принципе, в общем-то, чтобы очень не зацикливаться на этих баллах, да, то есть нужно лучше всего обрабатывать людей, которые близ живущие от вас. Дальше. Теплый рынок из чего может быть еще представлен? Если у вас есть основная работа, конечно, ваши коллеги по работе, да. Поэтому, ну, здесь, конечно, свои подходы есть. Вы, конечно, для себя сами знаете, кому вы можете обратиться, кому не можете. Но, в принципе, постановку вопроса можно сделать. Что зайти в какой-то там отдел, если вы там, или в какой-то соседний там кабинет. Если вас там достаточно хорошо знают, просто приходим лично, у меня как было, я просто прихожу и говорю, девчонки, всем привет. Я теперь занимаюсь Арифлейм. Я вам принесла каталог, посмотрите, они все улыбаются. Хорошо, оставляй. Через 2-3 дня я заберу там, ну, 3-4, может быть, вот так вот. Это что касается теплого рынка. Холодный рынок, ну, честно говоря, я еще по нему особо-то не проходилось так на 100%. Например, я не хожу, не стучусь в каждые двери, да, ну, на сегодняшний день. Хожу я вот в парикмахерскую, я оставляю. Как правило, да, вот все начинают говорить, вы знаете, у нас тут и Эйвен, у нас тут и Фаберлик, да вы знаете, ну, никто не будет, скорее всего, брать и так далее и тому подобное. Я придерживаюсь четкой рекомендации, которую дают Лиля и Миша. Даже если отказываются, все равно оставляйте. Раз оставляйте, два, три. Уверяю, что на пятый, шестой раз начнутся заказы. Я вам честно скажу, у меня со второго раза начались заказы. Да, они небольшие. Да, заказали, допустим, какие-то продукты со скидкой. Ну и что? Ничего в этом страшного нет. Люди попробуют, люди распробуют. Будут для себя что-то выбирать более приемлемое. В дальнейшем, я думаю, что это будет, как бы, и побольше заказов. Вот. Но я уже на сегодняшний день с теплого рынка набираю более чем 150 баллов. Поэтому, смотрите, холодный рынок можно оставить на, как бы, ну, я не знаю, как байпасный путь. Вот. Дальше идем. Ну, смотрите, что еще? Хорошо, с рынком работать, с теплым, с холодным, это очень полезно, очень нужно, да, при наборе 150 баллов. Но все-таки, ребят, прежде чем идти, я так образом скажу, на дело, да, что нужно для себя четко знать и четко понимать. Первое. Все-таки должен быть внутренний настрой. У вас должен быть позитивный внутренний настрой. Хорошее настроение. Если вы чувствуете, что у вас плохое настроение, у вас сейчас, вот, ну, никак, вот, внутреннего комфорта нет, я, как бы, рекомендую вам в этот день просто не ходить к клиентам и к вашим, даже, близким. Почему? Объясняют. Потому что люди, как бы, они это внутренне, на ментальном уровне, это все очень чувствуется, когда у тебя какие-то, там, возможно, дискомфортные ситуации внутри, да, и все это потом может перекладываться и ассоциироваться уже с вашим видом деятельности. То есть, если мы приходим к клиенту, неважно, это родственник, это ваш, или знакомый, или это совершенно человек с холодного рынка. Если мы приходим, все вот такие, извините, замученные, задолбанные этой жизнью, ну, у всех сразу, ну, вот он, этот орифлейнщик, что он вот там какой-то весь загнанный, замученный, бегает за этими своими копейками, но это не дело. Нет, конечно, вы должны излучать позитив, однозначно. И люди будут к вам сами тянуться, к вашей улыбке, к вашему настроению, потому что ваш вид деятельности и вы должны ассоциироваться с чем-то положительным, светлым, радушным. А какой человек не хочет быть приобщенным к счастью, к солнышку, да? Конечно, каждый. И люди будут интуитивно уже тянуться к вам, понимаете, не к каталогам, а именно к вам. Вот. В дальнейшем, смотрите, внешний вид, второй момент, внешний вид. Ну, конечно, нужно, когда вы идете к клиентам, ну, и никогда идете к клиентам, соответствующий внешний вид, быть опрятно одетыми, там, причесанными, да, я думаю, что это просто без вариантов, при хорошем макияже, потому что вы представитель фирмы «Арифлейм». То есть вы не можете себе позволить прийти к клиенту, извините, в негожем виде. Живой тому пример. Лиля про это с Мишей говорит в своем видеоролике. У меня один из новичков, прослушав видеоролик, все, да, девочка сказала, я все поняла, пришла на СПО получать свой заказ. И, извините, менеджер, который выдает ей этот заказ, ну, была в соответствующем, как бы не совсем пригодном, так сказать, виде, с какими-то там засаленными волосами немытыми. Вот. И, понимаете, человек-новичок мне потом звонит и говорит, слушай, я вот не пойму, здесь, говорит, как-то мне, у меня не укладывается в голове. Лиля с Мишей говорит, что нужно быть опрятной, нужно быть красивой, нужно вот такой. А я прихожу, и человек из Арифлейма, который занимает, уже занимает должность менеджера, выдает мне товар, но у него вид, ну, о чем тогда говорит, вот здесь не должно быть таких двойных стандартов. Но мы, конечно, с вами не можем за всех отвечать, естественно, и всех мы не будем убеждать, что, ребята, вы из Арифлейма, вы должны себя держать в соответствующем виде. Просто, конечно, я объяснила девочке, что, понимаешь, видимо, не все видели этот видеоролик, к сожалению, да. Вот, и нужно для себя просто делать определенные выводы и перенимать на себя только хорошее. Вот чтобы лично ты вот такой вот ошибки в работе не допускал, я думаю, что это так. Ну и третье – это работа с каталогом. Ну, конечно, если мы представляем фирму, если мы представляем продукцию, естественно, мы должны об этом быть в курсе и должны об этом знать. Поэтому перед тем, как идти клиентам, однозначно нужно просмотреть каталог, выделить какие-то фишки. То есть, смотрите, конечно, вы можете знать, можете еще не знать какие-то предпочтения клиентов. Но, например, вы можете всегда пообщаться с коллегами, узнать, какие из продуктов в данном каталоге идут по скидкам, то есть, какие, как сказать, востребованные продукты, да. Например, моя ситуация была такая, что, когда тушь The One опять в одном шла со скидкой, мы с Лилей сразу проговорили, она мне говорит, «Аня, супер, тушь вообще у меня ее расхватывает». То есть, я начинала на тот момент только работу с каталогом. Но моя фишка была, когда я приходила к своим знакомым и говорила, «Девчонки, лично я не пробовала, но моя родственница говорит, что вот эта тушь вообще супер, у нее очередь на эту тушь. Девчонки, тушь идет со скидкой вообще обалденная, 199 рублей». Все, «Да, ну мы там посмотрим, мы подумаем». То есть, понимаете, не обязательно только про личный опыт рассказывать. Можно всегда и поделиться опытом своих коллег. И даже лучше, если это будет. Потому что по рекомендациям люди все равно будут лучше брать эту продукцию. Что я для себя еще выделила? Когда я работаю с каталогом, вот эти все фишечки, чтобы не листать этот каталог, не искать, «Ой, ты знаешь, там такое классное масло для волос». Я сразу клею закладочки и говорю, раз, открываю. Девчонки, смотрите, вот это масло просто супер. Себе лично брала, пользуюсь вообще довольно очень. Сейчас идет со скидкой. При исходной цене такая-то, реальная цена такая-то. И в принципе зачастую это срабатывает. Поэтому, друзья, ну, я думаю, что, как бы, здесь вопросов, наверное, у вас не возникнет. Вот. В дальнейшем, что я хочу сказать. Когда вы уже разносите заказы. Вот мне очень помогла такая рекомендация, Лили, что нужно в заказы, даже не важно, пусть они небольшие, не на большие суммы, первый раз обязательно положить какой-то маленький подарок. И сейчас я переключу слайд, да. Я сейчас просто сделала обычную подборку, ну, что лично я кладу в подарок своим клиентам. И на самом деле, вот когда, если делать скидку, конечно, про эти деньги люди уже забудут, они не вспомнят. А когда кладешь в подарок, и приходишь и говоришь, привет, ты знаешь, я тебе туда в подарок положил там пробник, или достаешь там вот это суперсредство, или там какой-то пробник крема. Вы знаете, у меня еще ни одного раза, ни одного раза не было, чтобы у клиента не появилась улыбка на лице. Вот вы знаете, такая радость, даже пусть это будет какой-то пробник, но люди очень положительно это воспринимают, всегда улыбка просто на все 32 зубов. Все говорят, ой, спасибо. Вы знаете, иногда даже бывает, что угадываешь желание клиентов. Прихожу к одной девушке, она у меня сделала хороший заказ, я ей положила туда пробник духов, и прихожу и говорю, Лена, я тебе положила в качестве подарка пробник духов. Она, ой, Аня, правда? Спасибо. Слушай, а я сейчас еду в командировку и думаю, ну, что же, то есть зачем тащить целый баллон, извините, целый бутыль туалетной воды, когда можно просто с собой в командировку взять обычный пробник туалетной воды, и все, 3-4 дня ты обеспечен прекрасным парфюм. Вот. Ну, как подобрать подарки? Я думаю, что пробник туалетной воды за 20 рублей, как бы, это все понятно. Обычно на самой последней странице каталога есть какие-то продукты, которые идут просто по бросовым ценам. Ну, вот я думаю, ни для кого не секрет, что недавно это было смягчающее средство, да, всего там, грубо говоря, за 63 рубля по дистрибьюторской цене. Очень часто проходят такие акции, как ВАВ-праздник, да, вот здесь вы видите, у меня на, вот на этой картиночке, где много-много продуктов, да, это я сделала как раз выжимку из ВАВ-праздника из акции, когда идут просто по бросовым ценам очень классные продукты. Ну, например, вот маска для лица по 29 рублей, то это не дистрибьюторская цена. Взять 5 штук, 5 клиентам положить вообще, я считаю, отлично. Еще у меня была такая фишка в этом году, когда перед Новым годом люди набирали просто вот пачками, вот честно, коробками набирали подарки на Новый год, я в качестве просто там презента небольшого покупала вот эти вот наборы маленьких пакетиков Арифлейн, которым цена 25 рублей за 10 штук. И клала прям этот полностью набор и говорила, вот это тебе, я же наверняка знаю, что ты будешь дарить подарки своим знакомым и близким на Новый год. Зачем они будут тратиться на пакетики еще, когда я им могу сделать подарок буквально за 25 рублей, там, 10 пакетов, в которые они расфасуют свои подарки, и помимо этого еще будет и реклама фирмы Арифлейн. То есть я считаю, что здесь очень с этой стороны очень выгодно. Друзья, ну что хочу сказать. Итоги моей, так сказать, работы были каковы. Смотрите, если в первый раз, конечно, для меня немножечко было трудно сделать, да, 150 баллов, то на втором каталоге, вот это лично выжимка из моего заказа, да, на втором каталоге первый мой заказ, как вы видите, составил 152 балла. Это равнялось 7000 рублей. Ну, наверное, да, Лиль, наверное, круто. Это был не единый заказ в этом каталоге, потому что общая сумма баллов за каталог у меня составила 468 баллов. 468 баллов. Я считаю, что это достаточно неплохо. Вот. В дальнейшем, смотрите, что хочу сказать. Еще одна фишка такая, она мне очень помогла, но ее я услышала у Кусума Тагировой. Она проводила семинар, и мне эта фишка очень понравилась. Что говорил у Кусума? Ребят, вы старайтесь, когда каталог запускается только, прям вот в первые дни делайте заказ. Вам приходит ваш заказ, и вместе с ним к вам приходит следующий каталог. И вы следующий каталог уже отдавайте в работу. Девчонки, честно говорю, делаю, вот стараюсь делать так. То есть отдаю тем, кто уже у меня первый каталог отработал, я им уже отдаю следующий каталог. У них есть время еще посмотреть этот каталог, разобраться, что-то для себя наметить. Да. И, уверяю вас, уже к следующему каталогу у меня есть 150, не менее 150 баллов, это точно. Смотрите, это был второй мой каталог, да, 152 балла. Таким образом, поработав в декабре, да, сейчас следующий слайд перенеслю, 1 января, 1 января, девчонки, мой заказ 151 балл. 151 балл. Это на 1 января. Это не, ну, честно говорю, и то здесь вот, ну, моих продуктов, если прям вот пара-тройку, не более. Вот, 151 балл. Смотрите, на что хочу еще обратить внимание. Если на первом, да, если на первом слайде вы видели, что 7000 я заплатила полностью из своего кошелька, то уже к январю, когда я уже несколько продвинулся по лестнице успеха, на сегодняшний день я менеджер 12%, делая заказ 1 января, мои 150 баллов уже не 7000 рублей стоят, а здесь у меня скидка в виде 4 с лишним тысяч, и лично из своего кармана я плачу 3015 рублей. То есть 150 баллов в начале моего, грубо говоря, похода, это не то же самое по деньгам, что 150 баллов, когда ты продвигаешься в дальнейшем по лестнице успеха. Если я изначально платила из своего кошелька 7000, повторюсь, рублей, да, то уже на ступени менеджер 12% я плачу всего 3000 рублей. Естественно, есть свои выгоды, поэтому, новички, имейте это в виду, пожалуйста, что вы не всегда будете платить 7, там 6,5-7 тысяч рублей. Если вы будете продвигаться по лестнице успеха, если вы будете активно строить свою команду, для вас это также имеет свои выгоды. Да, ощутимая выгода, конечно. Ребят, я надеюсь, что мои рекомендации вам очень будут полезны лично для вас или в работе в сопровождении ваших новичков. А сейчас я хочу просто передать слово одному из активных партнеров нашей команды. У нас в команде недавно зажглась еще одна звездочка. Наталья Костикова, она живет в Питере, очень активная девочка и очень активно как бы включилась в работу. Вот. И на сегодняшний день она также делает не менее 150 баллов. Я хочу, чтобы она прям кратко рассказала, а как же у нее получается делать заказы более чем на 150 баллов. Лиль, давай передадим Наталье, пожалуйста, слово. Спасибо. Продолжение следует... Привет, меня слышно? Супер. Я желаю всем доброго утра. Меня зовут Наталья Костикова. Мне 25 лет, и я работаю на основной работе. Это так вкратце обо мне. Я живу в городе Санкт-Петербург, и в проект меня пригласила Танюшка Фролова. Да, спасибо, Танюш. Танюшка Фролова, как она рассказывала про Анечку, да, как она ворвалась в ее жизнь, точно так же Танюшка ворвалась в мою жизнь и принесла с собой Арифлейм. В проекте я уже четвертый месяц, и хочу рассказать, как я вела заказы на протяжении своего участия. Первый заказ свой я сделала в каталоге номер 16, а он составил 55 баллов. И тогда я еще не начала проходить школу бизнеса, да, бизнес-школу. И я сделала заказ чисто для себя, чтобы познакомиться поближе с продукцией, так как я никогда ей не пользовалась. И я была, честно говоря, в таком восторге от всех своих вот этих личных средств. И в 17-м каталоге 2016 года я уже начала прорабатывать все, все, чему учили меня в бизнес-школе. Я включилась в работу и сделала заказ на 296 баллов при помощи теплого рынка. Сейчас хочу показать немножечко, как я с этим работала, да. И вот покажу мой каталог, тот заветный, да, вот, суперский. Как я с ним работала? Я села и проработала по видео, про которое уже Аня сказала, да, я проработала каталог свой. Я его подписала, вот здесь в уголке вы можете увидеть, да, подписала, поставила смайлик, все супер. Далее налепила цветные стикеры, вот такие вот они здесь у меня. Я открыла, пролистала, стикеры я лепила на суперских акциях, типа как 50, да, там процентов скидка, 65 процентов скидка. И вот, вот так, сейчас покажу, да. И на средствах, которые я лично для себя заказывала, я ставила галочки. Для чего я это делала, что люди, если спрашивают, да, вот как это средство, оно, как оно выглядит, как оно пахнет, я говорю, ой, супер-супер заказывать. Вот, это я первое сделала. Далее я начала распространять каталоги у себя на работе. На работе у меня коллектив в основном женский. И я приходила, да, к коллегам и говорила, я начала заниматься Арифлейм, не хотите ли что-нибудь приобрести, побаловать себя чем-нибудь. И люди говорили, о, давай-давай, открывали каталог, и тут я столкнулась с таким, как, возражением, да, что, блин, дорого, все начали говорить. Почему-то для меня это было так удивительно. Я такая смекнула, думаю, хорошо, дорого, я предлагаю вам скидку 20 процентов, это очень выгодно и получается дешевле, чем в магазине. Давайте, давайте посмотрим вместе каталог. И садилась с ними, давай листать, смотрите, как круто здесь, как классно здесь, какая скидка, и говорила им цену, которая реальная есть, да. И люди улыбались, когда я им пообещала скидку, да, да, Лиля, были такие возражения, серьезно. Люди улыбались, и давай-давай скорее активнее листать со мной вместе каталог. И назаказывали вот на 296 баллов, благодаря чему я сделала, прошла две ступеньки сразу же за каталог, да. Все очень удивились. А также я прорабатывала с людьми пробнички, демонстрировала им. То есть очень много заказали у меня благодаря этому туалетной воды. А туалетная вода, она как бы очень много баллов дает, прошу заметить. Вот, поэтому обязательно, новички, заказывайте стартовый вот этот наборчик, да, с пробничками, очень классная штучка. Третье, что я делала, это я заказала средства личной гигиены для себя, своей семьи, близких и немножечко подарочков новогодних, таких интересных всяких тоже по акции продуктов для своих родных и близких. Вот, и все-все-все это я раздавала в фирменных пакетиках. Арифлейм уже Аня рассказала про них, да, маленькие и средние пакетики я заказывала. Вот, и получилось очень классно, то есть наборчик какой-то, допустим, заказываешь, да, подарочный, и сразу же фасуешь в фирменный пакетик. Очень классно выглядит. Вот, и благодаря этому вот я уже сделала свои баллы. Что хочу сказать, что дерзайте, не стесняйтесь предлагать каталоги. Вот, и теми же темпами я уже в первом каталоге 17-го года сделала 199 баллов. Это только первый заказ, проработала с теплым рынком на работе. Также у меня еще все подружки сейчас в данный момент просматривают каталоги, да, и жду от них заказиков. Поэтому не стесняйтесь предлагать каталоги, это ваше все. Вот, у меня на этом все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, прошу, задавайте. Всем пока-пока. Слышно? Да, прекрасно. Уважаемые мои и дорогие друзья, скажите, пожалуйста, вам сегодняшнее наше занятие какую-то пользу принесло? Пятерочки поставьте. Я надеюсь, я надеюсь, что вам были наши все советы очень полезны, да. Надеюсь, что как бы вы будете ими руководствоваться в работе, очень были рады вам передать свой опыт. Друзья, если будут какие-то вопросы, вы можете всегда нам писать в личку, всегда будем рады всем ответить, да. Желаю вам успехов, новых побед. Желаю вам 150 баллов всегда на 100% и даже более чем 150 баллов. Дорогие друзья, поздравляю всех со Старым Новым Годом. Желаю, чтобы у вас у всех сбылись все ваши самые заветные мечты. Так что будьте здоровы и счастливы. Всем пока-пока.